Мой запрос адресован премьер-министру и председателю Национального банка. В своем послании народу Казахстана глава государства поручил разработать эффективную инвестиционную стратегию ЕНПФ. На сегодня в Казахстане доверительным управляющим пенсионными активами является Назбанк. Он сам осуществляет инвестиционную политику и сам осуществляет надзор за своей деятельностью. Как известно, активы пенсионного фонда в первую очередь состоят из зачислений казахстанцев в размере 10% от доходов. А с 2023 года к ним добавят еще дополнительные взносы в размере 1,5% за каждого работника с работодателей. Я говорю это к тому, что пенсия – это не благотворительность, а заработанное человеком право на достойную старость. 9 сентября на встрече в Министерстве труда и социальной защиты активисты движения за снижение пенсионного возраста в Казахстане высказали большое общественное недовольство эффективностью работы ЕНПФ. Так, за 7 месяцев 2022 года доходность активов ЕНПФ составила всего 9,6% годовых, в то время как годовая инфляция уже на сегодня составляет 16,1%. То есть реальная доходность пенсионных накоплений отрицательная. Можно твердо сказать, что у ЕНПФ нет эффективной инвестиционной стратегии. 44% активов ЕНПФ вложено в облигации Минфина. И основная доходность ЕНПФ обеспечивается опять же за счет бюджета. По факту получается, что они залезли на шею бюджета и свесили ноги. Так как доходности по другим инструментам фактически нет. В своем послании глава государства объявил о повышении базовой солидарной пенсии. На это будет выделено дополнительно 421 миллиард тенге из бюджета. Но при этом размер накопительной пенсии из ЕНПФ не изменился. И это при том, что под управлением ЕНПФ по состоянию на 1 августа находится астрономическая сумма в 14 триллионов тенге. Эта сумма равна годовому бюджету Казахстана. В целом, являясь государственной организацией, ЕНПФ остается закрытой непрозрачной структурой. Небольшая кучка финансистов распоряжаются народными деньгами как собственным карманом. Фактически миллиардные доходы и расходы этой организации выведены из бюджетных процедур и контроля счетного комитета. На сегодня административные расходы ЕНПФ достигли 13 миллиардов тенге. Для сравнения, ежегодные административные расходы всего Министерства труда и социальной защиты, которые ответственны за всю социальную политику в стране, не превышают 10 миллиардов тенге. Только на оплату труда работников ЕНПФ потрачено 7,9 миллиардов тенге. В раздутой структуре ЕНПФ работает 1495 человек. Вопрос. За счет счет это финансовое изобилие? Ответ очень прост. За счет казахстанцев. Вернее, за счет взносов, которые они платят в ЕНПФ. ЕНПФ взимает с каждого вкладчика комиссию от суммы инвестиционного дохода и от пенсионных активов. В 2021 году комиссия ЕНПФ превысила 15 миллиардов тенге. Кроме того, дополнительно получает доходы по операциям с ценными бумагами. За 2021 год общие доходы ЕНПФ составили почти 35 миллиардов тенге, а чистая прибыль 23,4 миллиарда тенге. Удивительно, но своими деньгами они управляют гораздо эффективнее, чем деньгами вкладчиков. При этом дивиденды акционеру, то есть правительству, не выплачиваются. За годы своего существования ЕНПФ, благодаря этим комиссиям, взимаясь с пенсионных взносов казахстанцев, накопил нераспределенную прибыль в 211 миллиардов тенге. И вся эта прибыль остается в непосредственном распоряжении ЕНПФ, управляется и распределяется ими по своему усмотрению. Подчеркну, это юридически уже не деньги вкладчиков, это как бы уже собственные средства ЕНПФ. Исходя из вышезложенного, предлагаю счетному комитету проверить обоснованность и эффективность расходов ЕНПФ за последние годы. Также правительству, как единственному акционеру, изъять у ЕНПФ нераспределенную прибыль в 211 миллиардов тенге в качестве дивидендов в бюджет и направить их на решение социальных вопросов. Например, возможность для категории женщин, имеющих достаточный стаж и накопление для выхода на пенсию в 58 лет, по желанию. Рассмотреть вопрос о передаче ЕНПФ в прямое ведение правительства, возможно, под управлением Министерства труда и социальной защиты населения. С уважением, депутат, член фракции Аманат Жамалов.